Продолжение следует... 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 закону про освіту и закону про наукову и науково-техническую деятельность. Мы пытаемся сделать разработку этих законов очень публичною, с залучением широкого кола экспертов. И если кто-то интересуется этим вопросом, вы видите, что даже в Facebook мы каждый закон, его обговорение организовываем от буквально каркаса закону, от основных приоритетов, которые должны реализоваться в этом законе. Это относится и освіти, и науки. Поэтому, если вас интересует формование законодательного простору для реформ освіти и науки, то это, опять же, вопрос о том, что освіти и науки вас запрошу, и мы зацикавлены в таком учебнике. Дякую. Доброе, Людмила Михайловна. Я бы хотел, возможно, больше мы загально поговорили. Если приоритеты, то, очевидно, я нагарнейший приоритет от зараз. Криза, война, что можно делать, что будет завтра, после завтра и так далее. И более долгие приоритеты. И, очевидно, я очень дякую, Людмила Михайловна, что вы запросили, фактически, до себя, до співпрации экспертов, которые, думаю, используются этим. Доброе, давайте, да, пожалуйста, Анатолий Васильевич. Я Анатолий Горячок, генеральный директор Центра Зумкова. Враховую еще час, три хвилини, хотел бы очень коротко сказать. Я бачил бы створение группы, так званої группы реформ, про что тут уже сказано, хай она будет номер два, в складе трех-пяти ведомых экспертов. Другая группа реформ мусить работать при кабинете министров, при премьер-министрове, изможливости работать безпосередньо с министрами. Вона мусить формувати технические задания, с которыми она будет работать. Вы прекрасно знаете, какие есть интенки, кто чем занимается конкретно. И каждый интен, скажем, если Институт экономических исследований и политических консультаций, это экономика. Мы есть много профильных интенков, есть какие-то направления, а мы все практически работаем за планами. Дивите, в этом году Центр Зумкова есть такие большие проекты, которые он должен проводить на горы. Это средний класс, это децентрализация, это реформирование правоохранной системы, экономики Украины в умовах смени герополитического вектору. Кроме того, что лучше для нас? Они могут нам порекомендовать иноземных, скажем, экспертов, или мы можем, своего бога, запропоновать наших партнеров, за кордоном, с которыми мы работаем. И тогда эта співпрация была бы и нормальной, и более эффективной. Мне кажется, что это была бы наиболее эффективная схема співпраци с Институтом Украины. Спасибо. То есть, будет несколько известных экспортов, которые предназначаются к админам, и они уже будут поселить экономики? Абсолютно. Я бы предложил, чтобы это были экспорты за направлениями. Там нужен, естественно, экономист, возможно, обрезково региональная политика, и другие. Внутри до пяти экспертов, которые знали, что нужно, и они могли бы поговорить. Чему? Иногда, когда мы даем свои пропозиции, это наше вид, но мы не знаем, чего хотят, скажем, те люди, которые работают. У них, возможно, и вид, и задания по-другому формулируются. Это бы скорочевало время. Галатий Ткачук, Институт Гомодянского Суспільства. Мы много лет занимались разработкой нормативной базы для реформ и децентрализации. На сегодня в Верховной Раде зареєстрировано три законопроекти. Один – это про затверждение концепции реформи, другий – про внесение обмин до бюджета 2014 года о финансировании проекта регионального развития государственного фонда. И третий – законопроект про Киев. Зараз встановлены, мне кажется, нормальные отношения с вице-премьером и министром регионального развития. И завтра будет презентация низкой новых законопроектов в сфере децентрализации, которые могут выйти от Уряда до Верховной Ради какомога швидше. И в этой части я хотел бы обратить внимание на то, что секторальные реформи, которые продукуются в сфере освяти, в сфере медицины, они мают быть очень серьезно скоординованы с реформой всей системы управления и с реформой территориального устроя. Поэтому мне кажется, что важнейшая координация этих секторальных реформ и с реформами такого глобального плана управленческими. Что касается сферы регионального развития местного самоврядувания, насколько я понимаю, в ближайшее время планируется создание такого комитета реформи, который будет осуществлять вице-премьер-министр, и где должно происходить угодление всех процессов дотичных реформ в разных сферах. И мне кажется, что тут открывается очень хорошая возможность работать с аналитическими центрами, и самое главное координация, чтобы мы не делали реформы, кто влезет по дороге. А как вы видите, координацию технического, организационного, как вы говорили, вы обладали? Я думаю, что мы, по-другому, так проговорили, пока это еще не материализовано, но будет положение про комитет реформи, как урядовый орган, и будет структура, экспортное тело, где будут происходить проговорения идеологии реформ, их синхронизации и залучения до этих реформ разных экспортов, которые понимают, ну, загальную философию. И в этой части, мне кажется, было бы очень хорошо, если группа на главных проведенных рефорах мала встреч с премьер-министром и мецепремьерами, чтобы можно было установить такой прямой диалог и показать загальное бачение реформ. Потому что урядовцы все должны понимать, что примерно одинаково, куда они... ...профильный сентябрь, мы пытаемся сегодня брать участь в месте разных экспертных комитетов, где визначены определенные приоритеты возможных реформов по різным направлениям. Это такая коллекционная работа, коллекционная деятельность в плане. До речи, ну, возможно, покращение коммуникации экспертного средствующего и урядов. Звичайно, те пропозиции, которые у нас очень интересуют, они, может, потребуют встиления. Но было бы интересно, как это позволяет время, еще и более системно поделиться на эти вещи, ну, в частности, связанные с определенными элементами по партиципативной демократии. Я так понимаю, что, анализируючи работу в Громадских Рад різных, мы побачили такую квазі-громадскую святоповедную потворение, они не працюють, ну, и я не буду зараз довго говорити, чумы, причины, наслідки. Просто в подальшому, якщо мы будем відмовлятись от таких форм співпрац, просто продумать, как лучше сделать такую родную деятельность, больше эффективную зодону. В этом году мы смотрели на появление колеги при органах центральной власти. Ну, они регулируются, відповідно, и законами, и положенными предъявлениями для этого вложения власти. Можливо, також было бы непогано подумать про изменения в складе колеги, можливо, зафиксировать это на мотивы, включать экспертов, грамадских, представников грамадских организаций, самих до склада колеги, о органах экономической власти, подумать, как это может быть эффективней. Те же самое можно делать в плане грамадской участии, не только на уровне реформ державной политики, но и в регионах. То есть, тут нужен более комплексный взгляд, возможно, коммуникацию в целом между урядом, урядовыми структурами, органами, владами на месте. Особо ситуации, которая сегодня складается в Украине, мне кажется, что первая червовость реформ, мы стали с определенными зарученными. С одной стороны, нам нужно сделать Украину реформованную, приваблую, с другой стороны, сейчас вообще существует загроза существования Украины, как такой. Ну, тем не менее, особенно Украину, мне кажется, что было бы непогано, если бы мы смогли, мы были экспертными средствами, кто занимается этими проблемами, просто сконсолидовать свои усилия в большую ступень, возможно, створить какой-то, не знаю, грамадский экспертный кризовый центр сам из этих вопросов, и выйти, и коммуникувать с тем, кто сегодня ухваливает решение. Почему? Потому что домов много, звездов много, коммуникации между собой много, но насколько такая коммуникация находится в отображении уряда, с одного боку, с другого боку, насколько уряду вистачает, а не вистачает реальных инструментов для проведения из нормы до инициатив. Мы бачим просто за результатами двух недель, с початком, с подъем в Криму, и я не буду зараз долго про это говорить, но ситуация, это очень опасная, на самом деле. Давайте подумаем, как такой очень критический, первопочатковый шаг, просто крок, самая консолидация, экспертный усилий, особенно решение этой ситуации. Причем, с разных, с разных боков, это и народная дипломатия, и разговоры, не знаю, с российскими экспертами, с европейскими экспертами, это коммуникация экспертов материнского Украины с разными верствами и экспертным средствами в Криму. Причем, вне зависимости от этих позиций, и кислотов, и поверят, как коммуникация происходит. Спасибо. Это же оппозиция. Доброе утро. Я иди. Мы не будем. Хорошо? Да, коллеги, вот как мы говорим в нашей стране, вы знаете, каждая институция, яка ведет эту тему, вважает, что ее тема важлива. Я думаю, что мы трехище по-иншему мало бы подъехать до сегодняшней разговоры. Насправді, есть три средства, которые требуют реформу, координации, изменения и так далее. Есть такие, а граждане Украины, которые преважают в Майдане, которые хотят изменения и негатива, и они, по-своему, они довольно радикальны через института и другие механизмы. Есть экспертная спільнота, которая прожила в разных руках. Найвідомий, что из них, это реанимационный пакет для уряда, который имеет на сегодня шесть первых приоритетов и семь розвиток. Насправді, эти темы больше не проговорены, поэтому я не вижу детали, для них порталася. Реально, по каждому из приоритетных выписаны кроки, что будем делать, как и последовательности. И я, на самом деле, сьогодні запись с самого коронавируса. Потому что каждый министерство сегодня работает в свой план действий в рамках 100 дней и, в целом, будет так само активно працать над тем, что мое измельчение через 100 дней в стране. Поэтому, я думаю, что сейчас нужно говорить о координации. Очень здорово, что сегодня фонд-підружения и партнеры будут выключены и севали. И, как на меня, воно было бы двадцать в другом формате. Оскільки мы можем багато презентовать свои наробки, они будут все корисные, было бы доречнее, чтобы у нас была окремая разговора на 2 часа, где могли бы поделиться ключевшими поглядами два, как минимум, средовища, влада и грамадские. Надо было сконцентроваться на двух инженчатах. Есть идея заключить радников, украинских, международных, вмешанных групп. Это очень важно. Но возникает вопрос, как роль этих будет радников. Потому что может быть, что политическое руководство будет совсем по-другому видеть реформу, чем те, кто и учитесь ради. Поэтому, друзья, я бы хотел, чтобы мы сконцентровались на таком, что мы декларуем определенные принципы нашей работы с владой, то есть набор конкретных решений, которые должны ухваливаться на уровне взаимной згоди с обовязковостью их виконания, ну не обовязковостью, а приоритетностью их виконания с боку урядников и с обовязковостью парад с боку гражданского сообщества. И самое главное, мы должны бы на себя взяти ответственность за определенные неудачи в тех решениях, которые мы можем предложить. Поэтому, коллегу, я бы хотел французов нас всех, чтобы сегодняшнюю разговору мы трошки в инший формат перевели, а именно таки. Само мы хотим презентовать уряды как наши першечевого реформи, я пропоную отштовховаться от реанимационного пакета реформ и другий, как мы хотели бы с ними взаимодействовать. Моя порада это в ближайший период времени сделать такие обговорения, хотя бы на уровне секретаря Кабмина и наших сенденков, которые уже много чего делают. Но наибольшая проблема, пока мы с вами коллеги радуемся и спілкуемся, например, две реформы уже идут. Антикорупсийный орган следовательный и государственные закупления, те организации, которые и мы в том числе. Но мы, как средствующие, не спираем за подъем, потому что общество и жизнь помогает немного свежей техники. Спасибо. Добрый день, шановные коллеги. Я прошу извинения, что я в колю уже слово забрал. Но так стало, что я, на самом деле, через вас будет быть на следующей нараде. Насправді, половину залу моих друзей и знакомых, с которыми я учился, с которыми мы где-то что-то делали вместе. Поэтому один одного мы не будем переконывать. Я бы хотел коротко запрезентовать, что мы сделали, и означать, где мы потребуем уже сегодня, где мы чувствуем необходимую помощь. И мы очень надеемся на помощь вас. Первое, я бы хотел начать с того, что есть принята программа «Уряды». Там есть наши «Уряды», может, я про них немного позднее скажу, но про себя, наверное, и здесь можно сделать определенные предложения для нас всех. Кабинет министр мажем протягом очень короткого времени изменять его сутки кардинально философски. Можно сказать, что завтра на запрошение моего как министра кандидата и министра делегация польских экспертов, которые начнут с нами с пакетами секретаря Кабинета Министров працювали. Мне удалось залучить до этой работы очень небольшой количество украинских экспертов. Если есть люди в надежном я запрошу завтра приступить с нами до сомнений. Сомнений регламента работы кандидат, которые мы сегодня приняли, касается двух вещей. Первое, мы сутки ускоритили терміни проходжения документов проектов нормативных актов, которые находятся в Кабинете Министров или других центральных органов выполненных власти. До сегодняшнего дня регламент иснуючий передачал 194 дни для принятия соответствующего решения. Больше того, я вам скажу, что уряд в том регламенте, который мы сегодня приняли, это 45 дней от начала работы до подписания нормативного акта. Мы ввели практику, что нормативные акты, это началось с минулого заседания Кабинета Министров, подписываются на заседание Кабинета Министров, пройшов все необходимые процедуры. Кроме часовых изменений, оскільки я уже сказал, что для нас 100 дней, это не 100 дней, это 100 лет, мы каждый день хотим делать этот крок, как из этих документов, этих реформ, которые мы анонсуем и хотим делать, и поэтому в регламенте появилась забута речь, как у Льдового Комитета. Я до экспертного средствующего пропозиция, оскільки мы сьогодні створили 4 урядовых комитета, и протягом этого мы будем формулировать персональный склад урядовых комитетов, которые будут первым комитетом заниматься экономической и социально-экономической реформой, другим комитетом региональной политики, гуманитарной политики, четвертая это борьба коррупции, силовый блок и так дальше, запропонуйте нам закон про закупівлі и, насколько я знаю, его организация працювала в подготовке, брала участь в подготовке этого законопроекта, ми его сквалили сегодня, но дали еще неделю времени для сохранения и провести еще обговоренности, и на следующий неделю принимать соответствующие решения. Сегодня мы приступили до започатковой изменения в податковой службе и митной службе. Горизонт часу, который мы поставили два недели. Это очень амбитные планы, но сегодня были назначены люди, которые были новыми в этих системах, и они получили доручение протягом двух недель предложения концепции и так далее. Если вы, как экспертное средство готовы, это нужно делать уже сегодня, потому что через два недели мы должны иметь документы и мы должны создать новые организации, которые будут работать. На сегодняшний день есть тотальный провал по сбору податков, тотальный провал по митной не хочу цифры назвать, потому что они на меже потальности. Урядовый антикорупционный по повноважению на вимогу майданом мы в секретаре нового неделя поведенные изменения сделали. Секретарь Кабинета Министров вместе с общественными активистами и Министерством Юстиции договорились о том, что мы приступаем до реализации покладенного уже давно и визнанного створения антикорупционного бюро расследования или антикорупционного бюро оно будет называться. Цю работу ведет урядовый и повноваженный вопрос антикорупционной политики и новой вы в Украине на жаль я признаю способ я до кінца не розумію что таки иллюстрация в сучасных украинских умовах если есть эксперты потому что кадровые призначения идут через кабинет секретарь кабинета министров мы разговариваем людей мы даем их биографию но этого инструмента о которых говорит общество у нас сегодня нет на завершение я бы хотел сказать что на самом деле мы чувствуем в кабинете министров широкие пропозиции от международных организаций и посольств про восстановление перезапуск пропозиции новых проектов которые они уже ведут в Украине и очень они выходят и пропонуют международных экспертов но я прекрасно понимаю что кабинет министров и международные эксперты это не полная картина это работа будет не совсем адаптована для украинских реалов поэтому для меня сегодня одна из важных вопросов я хотел бы чтобы мы сегодня ответили как построить эту коммуникацию как построить нашу часовое скажем воспринимание то есть час летит мы понимаем что у нас 100 дней есть и мы хотим на 100 день не отримать план реформ мы хотим на 100 день вжимать реальные речи речи Спасибо. И еще есть вопросы. Або про позицию дружок. Голос, скажите, Анатолий. Голи про иллюстрацию. Секретно. Не пропрацьованная идея. В ключе есть структура головдержслужбы, которая должна быть существенно перетворена. Ее можно использовать для запроваджения этих институций по иллюстрации. Голос, скажите. Голос, скажите. Голос, скажите. У меня есть вопросы. Представьтесь. Леся Шевченко, фондация иллюстрация. Зваждаю на то, что сказали, что есть уже спрепорация с демозерными экспертами. Что могут сделать кемоцкриминации? Я думаю, что, прежде всего, я думаю, которые находятся в каждом министерстве, потому что, в первую очередь, заниматься реформой, я думаю, мы должны сделать, выстроить потреби, которые стоят перед каждым министерством. Технические области и финансовые области — это те, что, какими финансами мы рассказываем. То есть мы можем сделать. Все. Я думаю... Да, Игорь Витярчук. Я хотел бы много рассказать, но я хотел бы до Остапа такое одно питание поставить. Мы понимаем, что с одного боку есть необходимость интеллектуальной помощи. В принципе, это то, что поднято роли, значит, и много людей нужно просто подняться, не нужно тут ничего шукать заново, писать, потому что это очень важно. Вы можете правильно говорить о том, что вам нужно помогать, но у меня есть такие вопросы. Какой вы хотите видеть контроль сбоку независимых экспертов за деятельностью новой благи? Вера, пожалуйста, выривайте микрофон. Я не принцюю микрофон, включите его. Моя вопрос о учебе. Вера, извините. Вера, извините. Вера, извините. Что это не только органы, которые можно использовать для люстрации, это так же он, в каждой демократической стране, даже не в демократической стране. Это органы, которые создает критерии, стандарты цели of you в депутатке. Если вы начнете их делать вчера, то завтра уже их никогда не будет. И у меня вопрос, почему до этого нет никакой внимания? Академия на 96% это академический вуз, там близко нет никакого повышения квалификации. До этого тоже нет никакой внимания. Паня Вера, спасибо вам. На самом деле, я лично верну на это внимание, и вы нам сказали, что я был глубоко сдивованный, когда я начал ревизию в секретаре Кабинета Министров и понял, что секретарь Кабинета Министров в минулые годы с бюджетом платил деньги каким-то коммерциальным и коммунальным, на учение государственных службовцев, а не использовал для этого академию государственного управления президентом и другие организации, которые должны были бы это выполнять. Увагу, ответов пока нет, я надеюсь, на тот опыт, который вы имеете в этой галузе, чтобы вы нам не поможете. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. . Я так просто, власне, не просив слова, тому що не знаю, чи попад буде те, що я хочу сказати. Добре, що ми міністр пішов, щоб йому настрій інвісувати. Але моє бачення ситуації є значно песимістичнішим, ніж це так виглядає у членів уряду, принаймні, більшості з них. І більшості громадськості. Я хочу сказати, що ми сьогодні фактично маємо можливість побачити результат того, що кілька років перед тим наша парламентська опозиція відмовлялася мати якусь узгоджену і напрацьовану стратегію розвитку країни, відмовлялася сформувати і мати тіньові кабінети міністрів в своїх партіях, які будуть готуватися до приходу до влади. Скільки їм це не говорилося роками, вони цього не робили. І сьогодні, власне, те, що відбувається в багатьох міністерствах, нема можливості. Зрештою, я навіть не хочу розказувати все, що я знаю на цю тему. Але насправді в деяких міністерствах це вже не анікдоти, це достатньо страшні відбуваються події. І, я думаю, дуже швидко ми всі, країна, на жаль, стане свідком результатів цих подіб. Більше того, 13 січня на засіданні ВО «Майдан» було прийнято рішення про необхідність підготовки стратегії розвитку України. Звичайно, в силу тих обставин, які після того почалися в Україні, ця робота не була завершена, але щось було напрацьовано. Коли 21 лютого на нас несподівано звалилася перемога, ніхто не згадав про ці. І коли формувався уряд, на всі мої настійливі пропозиції ніхто не відгукнувся, щоб давайте ж все-таки присвятим хоча б годину часу. Це не було зроблено. Звичайно, був цей нот, це є таким резонним виправданням, але, на жаль, це все сьогодні позначається на якості. Уряд був сформований достатньо еклектично, достатньо, скажімо так, це не є, до сих пір так виглядає, що це не є команда однодумців, яка домовилася про виконання якоїсь цілісної програми. Можливо, це зміниться з часом, хочеться в це вірити, але тут оптимізму немає. Друге. Уряд, на жаль, втратив унікальний шанс, який давала революція. І шанс полягав в тому, що можна було революційно змінити організацію Кабінету міністрів, в тому числі шляхом ліквідації деяких структур. Знову ж таки, на цій революційній хвилі в цих умовах можна було, і це було б виправдано, на відміну від багатьох інших революційних подій, які робляться, радикально змінити кадри на багатьох рівнях державного управління. Тому що в продавчі чотирьох останніх років кадри добиралися дуже специфічно. Це було кілька методів добирання кадрів. Або обслуговування корупційних схем, або особисто родинні зв'язки, або продаж посад. І от сьогодні всі ці люди, які за цими трьома критеріями поприходили за останні чотири роки на посади, вони сьогодні, власне, виконують програму «100 кроків за 100 днів». Ну, знову ж таки, тут багато можна було б розказувати ситуацій, які зараз відбуваються в деяких державних органах у зв'язку з цим. Але все це, знову ж таки, було відомо і про це говорилося. Керівництво уряду чомусь повністю це зігнорувало. Друге питання. Організація уряду в нас завжди вважає в рішення зовсім інших питань. Реформи не входили ніколи в пріоритет Кабінету міністрів. Знову ж таки, не хочу зараз заглиблюватися, чим займався Кабінет міністрів завжди і під що була загострена його структура. До сих пір не вдається, ну, якось, принаймні, нам налагодити діалог з політиками щодо термінового внесення змін в закон про Кабінет міністрів, закон про Центральний міністрів, які хоча б трошки змінили цю ситуацію. Проект закону, який був підготовлений, який представлявся нові на насіплення. Дякую за перегляд! 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 Ти не хто не розумієте. Найбільші за перегляд! Найбільші за перегляд! Дякую за перегляд! Дякую за перегляд! А у нас є робота на Конституцію. І не зважаючи на всі розмови, дебати і так далі, Despite all the conversations and debates, the parliament has created a constitution commission where majority members are the members of previous government. There are no experts from outside the parliament. What they made is in the format of temporary special commission and not as constitution commission. And what will this commission prepare is a subject of great concern even today because just small information that we get from there scares many experts. And the last thing that I believe we should talk about today is institutionalizing the forms of public control over the government in Maidan. And in many communities people talk about this. Everybody talks about this. There are many attempts to invent a bicycle, invent a wheel, but attempts have not been effective. And the people who participate in the discussion, they haven't discussed the issue in a couple of years. I hope quite specifically we'll be able to talk about this today. And I brought some printed suggestions, but this is not the right format. It would be important for us to gather as public and to offer some coordinated effort because the government uses the fact that every public organization, every NGO comes to them individually offering some ideas. And it would be important to consolidate our position and to offer them united suggestions on the matter. Thank you. And thank all for the questions. Thank you. Thank you, Mr. President. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Продолжение следует... 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 Игорь Валентинович, вы тоже нет, да? Игорь Валентинович, частково, ясно, 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 всех зиморадок, да. The question is… Продолжение следует... 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 What's dominating now is the desire to preserve the integrity of the country, to ensure that the country is administered. So I believe that we need to understand, first of all, that reforms could be implemented relative to what the country should be implemented. In some situations which could be implemented in different ways. These things are to be quickly and they will not depend on the security challenges. On the other hand, the security challenges probably also motivate the reforms because the situation of the crisis motivates to pay more attention to reforms. And the strategy of reforms should be corrected in such a way that we can see it clearly. How can we use this time of the crisis, especially Crimean crisis? How can we make use of the challenges to strengthen the arguments? For the sake of reforms, but not to listen to those who tell us we need to wait till the times are better. Maybe if we get concentrated on reforms, we may disperse our attention. Or we could concentrate on security issues that we could forget, where people were at quite a time. When talking about package, we need to provide the attention. When these challenges will help us identify things which will be easier to implement. And, actually, communication with the authorities, this is the first issue. Okay, there's more going on. But we need to provide answers, and the answers should be coordinated between all of us. There should be arguments provided, which would be just not just a reply to the diplomats, but it should be the reply to the society. At large, which is partially disoriented. They don't know what to expect in such emergency situation. I would like to react. This package of reforms has the reforms, which could be an example of the democratization of the country. That's important. This could be an example for Crimea or Russia. Okay. That doesn't mean that they answered all your questions. I have just reminded it. That doesn't mean that they answered all. About that. Galina Yanchenko, the Center for Combating Corruption, talking about rational distribution of resources for implementation of reforms. Part of reforms. Part of reforms. Part of reforms. Part of the draft laws that have been developed of that. To implement them, for that, minimal resources are needed. And such draft laws would be advocated. Part of reforms. I mean, first of all, the draft law developed by the Center of Combating Corruption. The National Institute of Strategy Studies. There is such an institute as the Institute of Strategy Studies of the Director. It's quite a powerful administrative resource, which has powerful, quite strong financing. It needs to be reformed. But don't forget that we do have such a resource. Remember that. And also, there are many experts, many speakers who come here to the crisis center, media center, and they say that the conflict, the crisis which we have is a civilization type of conflict. The revolution at Maidan is a civilization revolution. I would like to call upon you. I would like to invite experts to pay special attention to such a thing as cultural policy and humanitarian policy. Unfortunately, all these issues are not paid attention to. We need to change our attitude to the culture. It's not just songs and dances. And what's happened to the Ministry of Culture, to the assembly which is gathering there. For many examples, we are now in internal migration. We do not accept this appointment, now the Ministry of Culture. and actors with all the respect to their work they have been doing at Maidan. Спасибо. Продолжение следует... 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 What should be changed? What should be destroyed? What should be created like a bulldozer? But this is not poetry. Thank you. Good. Let's conclude. It's hard to give a summary, but let me offer you the following. As we are creating the platform for coordination, let's coordinate all those different proposals that have been announced. And what we have heard, let me remind you, let me go from the back. There is a reanimation reform package, a platform. There is a proposal to create some platforms for coordination of expert efforts in parallel. I don't know how efficient it was. There was a suggestion of Ostav Semarak to include experts and to legally institute their membership in ministry committees. There is another group at the Cabinet of Ministers that has a small number of people that works already today on the highest level. And as far as I understand, they are getting ready to work with the Prime Minister. There will be international experts from Poland and others, as we have heard. So allow us to try to do some coordination of all these efforts so that all experts would be attracted, involved, and let them join every dimension of reform, from administrative reform to specific reforms in every industry. Give us a couple of days, we'll try to organize it, think through it, and come together for specific discussion at your platform or ours. It's not a question of where shall we meet. We are here because the room is bigger. I'm thankful to Ukraine Crisis Media Center for the opportunity to meet here, and if you trust to give us this opportunity to organize it together, more so the Renaissance Foundation does not want to insist on its vision of reforms. We just want to create conditions for reform. That's number one. Second, let's summarize. We'll do it as soon as possible, and we'll try to speak to donors if there is a structure. How can we finance expert work because it's important analytic centers. They need real bread to eat. They need real institutional project support in order to work well. And final statement. We'll continue working together with the government, not just with the Staff Seminar, but with others, to understand well how we should make it work. There were great thoughts and suggestions from Kolushko how to use existing NGOs to all councils and collegiums to involve the general public in governmental decision making. There was an opinion by Igor Kokogut that we'll need to... So, we have heard that we need to react immediately on crisis issues, after-revolution issues and aggression, aggression, aggression issues. So, the next more specific meeting of experts will try to agree upon it quite soon, so that expert efforts should be coordinated. We need to understand what developments have happened and what government still needs us to suggest to help the government with reform. Good. Thank you for your participation, for active participation. That's it. Good. Good. Thank you very much. Good. Thank you very much. Good. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...